александр приветствую тебя доброе утро артем здравствуйте дорогие друзья традиционная наша встреча технически фундаментальный анализ делимся с вами нашим видением рынка подсказываем где есть сейчас хороший потенциал по нашему мнению конечно же профита и прибыли ну и очень конечно же рассчитываем и надеемся друзья то что эта информация впустую не проходит и что-то вы воспринимаете и непосредственно действуйте на рынках в отношении тех активов которые мы рекомендуем фидбэк с вашей стороны приветствуется будет весьма положительным для нас потому что мы готовы как конструктивной критики так и собственно к предложениям касательно изменения контента ну здесь наверно больше делается акцент на расширение инструментов добавление тех активов которые вам интересны мы с большим удовольствием так ну что эта неделя начнем давай с меня и с фундамента заседание фрс сегодня на стартует двухдневное заседание двухдневной встречи завтра будут подведены итоги поэтому в целом для тех кто сейчас смотрит на рынок форекс для них эта неделя имеет очень большое значение потому что на предстоящем заседании фрс а американский регулятор должен пролить свет на собственные планы по тому как ставка будет меняться в будущем но в основном конечно же ожидается что будет подтверждено возможное повышение ставки в марте и наверное самые радикально настроенные покупатели доллара хотели бы услышать фактически в таком формате дорожной карты как ставка будет меняться после марта как интенсивно с каким шагом и так далее в целом если сейчас крупным мазком смотреть на моменте рыночные настроения то конечно же сейчас на глобальных площадках паника причем раньше эта паника была свойственна больше для криптовалютного рынка сейчас мы видим то что в красной зоне все рисковые инструменты фондовый рынок сша который является индикатором отношения инвесторов к риску снижается уже четвертую неделю подряд сегодняшняя сессия не исключение друзья посмотрите ключевые продолжают валиться и потери уже превысили по основным индексом 10 процентов это тянет на полноценный разворот и на то что это снижение вполне может продолжиться причем как раз вот эти распродажи фондового рынка они в том числе связаны с тем что трейдеры готовятся к повышению процентной ставки изъятие ликвидности с рынков боятся очень этого потому что все привыкли жить в условиях такого тотального обеспечения и постоянно работающего печатного станка в результате которого баланс и был раздут но хорошему быстро привыкаешь как говорят но в то же время нужно понимать друзья что вечно это продолжаться не может поэтому фрс вынужден фактически сейчас бороться с инфляцией сокращают эти экономические стимулы что делать фондовиком я я не знаю честно говоря я допускал что разворот уже должен был произойти я имею ввиду когда рынок фондовый рынок рос и давал рекомендации что его лучше шортить или как минимум не трогать сейчас мы получили то что было прогнозировано если вас интересует моя точка зрения я считаю что но мы еще не нащупали поэтому по основным индексом можем увидеть еще более низкие а ценовые уровни и значения а что касается рекомендации я сейчас из всего многообразия вот финансовых активов слежу за несколькими ну во-первых это золото которые тотально рекомендую всем покупать а сейчас котировки 1840 долларов за тройскую унцию причем очень хорошо сделки отрабатывались в последние там на две недели потому что были рекомендации брать с отметки 1800 там целями 1802 потому коррекция до 1830 и снова я рекомендовал брать и хотим из вас друзья кто сейчас не знает как действовать по золоту я прям текущих уровней до рискованно потому что на локальных максимум находимся но я предлагаю вам просто осмотреть золото как защиту от рыночной паники защиту от инфляции и как актив который очень хорошо себя показывает в плане психологии рынка потому что большинство трейдеров сейчас золото шортит я говорю это по тому что вижу в рамках клиентского пола компания к маркетс это все доступно каждому клиенту компания маркетс через индикатор речных на стране кайман друзья толпа сейчас засела в продажах рынок идет против толпы поэтому мне кажется что 1870 1880 мы еще увидим актив это нефть которую я очень сильно прямо хотел за шортить и вот хорошо что сейчас коррекция пошла но опять же нужно потише сказать чтобы не спугнуть себя продавцов 85 81 доллар за тройскую точнее за бары моменте я рекомендую также шортить потому что впереди данные по запасам которые выйдут в среду сто процентов будет прирост и запасов нефти и бензина впереди продажа стратегических лидеров в китае и сша и еще здесь важно отметить нефть валится также на фоне общего недоверия сейчас инвесторов к риску нефть это тоже такой же риск актива как и прочее и еще один инструмент больше скажем так артем я прошу прощения я тебя перевью просто нету демонстрации экрана и возможно у нас больше теоретические рекомендации дут чем графически да кстати надо было меня остановить потому что я смотрю на график и думаю что ремонтация была уже так ну в двух словах вернемся друзья собственно 1840 по золоту как я сказал уровне которые мы видим моменте и потенциал для роста сохраняется рынок нефти ремонтация пошла уже да 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 все есть все прекрасно 8577 я жду бренд в районе 80 82 долларов за баррель и bitcoin как я отметил это больше такая твоя специфика ты давал рекомендации обычно о разного рода активом именно криптовалютного сектора но сегодня друзья я хочу обратить ваше внимание на сам факт того что bitcoin в серьезном прессинге сейчас находится котировки 36000 долларов я рекомендовал шортить до отметки 30000 причем тогда когда bitcoin был еще гораздо выше сейчас опять же причина которые влияют на рыночные настроения вот этот отчет центрального банка россии о потенциальном запрете на территории и это как вы помните очень похожая ситуация была с казахстаном правда там был перебой с интернетом и хешрейт упал соответственно очень серьезный прессинг был оказан на добычу криптовалют россия это она которая входит в тройку по объемам добычи криптовалют и на нее приходится примерно 10 процентов мирового хешрейт поэтому конечно же если решение такого рода запретительного ограничительного и неадекватного скажем где-то принято то соответственно распродажи могут усилиться но другая точка зрения возможно кому-то она понравится больше то есть распродажи рынка криптовалют это подтверждение той тенденции что сейчас валится все что имеет отношение к риску потому что если связать крипту с действиями центрального банка сша федрезерва то конечно же повышение процентной ставки в конечном счете приведет к ралли американского доллара и доходности американских трежерис то есть альтернативные активы инструменты для альтернативного заработка они априори потеряют своей привлекательности в плане доходности какое-то время вообще не будут пользоваться спросом поэтому да мне хотелось бы сейчас сказать каждому крипто энтузиазм но уже достигнуто и скорее всего дальше будет рост но я все-таки предпочитаю в моменте развития мощного тренда говорить о том что он продолжится поэтому впереди тридцатка может быть даже еще ниже александр слава тебе благодарю артема да действительно сейчас все рисковые активы которые имеют отношение к финансовым площадкам они находятся под особым давлением я абсолютно согласен с тобой и не совсем понятно как долго все это будет продолжаться действительно ли мы окунулись в медвежью тенденцию и этот нисходящий тренд который может продолжиться какое-то существенное время и длительное время которое не позволит нам в кратчайшие сроки заработать и все это восстановление займет какое-то длительное время для того чтобы действительно вернуться на круги своя и на свои максимумы которые мы видели с вами ранее поэтому сейчас я коротко расскажу вам у меня план сегодня чуть-чуть другой я быстро вам расскажу про две торговые идеи на российском рынке минуту займет криптовалютный рынок и я просто дам очень интересную идею которые могут все поучаствовать абсолютно безвозмездно я за это ничего не прошу как бы я могу дать свою реферальную ссылку если ребята захотят вот и они смогут зарегистрироваться и принять участие значит по российскому рынку на данный момент я выделю пару доллар рубль которая находится в локально восходящей тенденции выход из исходящего тренда который был начат скажем так в прошлом году да он увенчался успехом нам удалось закрепиться выше 77 тысяч с этого момента мы уже демонстрируем порядка трех тысяч роста это очень хорошо от арку данному инструменту увеличился до 1300 и все-таки я бы рекомендовал сохранял бы позицию пока лонг по данному инструменту я нахожусь в позиции вот чтобы все видели текущего рационная маржа четыреста тридцать две тысячи я нахожусь в позиции по паре доллар рубль и жду отметок чуть чуть повыше до 80 это была одна из целей но в принципе 82 возможно даже даже в самом печальном сценарии это будет где-то 84-85 это хорошая цель для фиксации прибыли и возможно уже какого-то локального разворота это одна из также пара евро рубль которая точно так же смотрится возможно у нее цели будут в районе там 93 может быть чуть чуть повыше там 94 95 но слабее чуть чуть слабее ходит поэтому я выделил для себя пару доллар рубль все все очень привязаны к доллару да и многие структуры и предприятия и прочее поэтому валютные пары такие как доллар рубль евро рубль очень быстро могут демонстрировать сильные движения если мы будем говорить о криптовалютном рынке на сегодняшний день у нас там ситуация достаточно печальная плане того что происходит как артем уже сказал да действительно очень сильно упали до 30 как мы рассчитывали не не дошло но если ты помнишь на прошлой неделе ситуация была вот здесь мы говорили что если вдруг все закончится во именно на этом уровне мы увидим рост но смотрелось все очень печально мы с тобой об этом говорили вот оно привело к тому что давление жали очень сильно к уровню и вот это давление привело к сильному импульсе вниз по классике тех анализов из инструмента который мне нравится я бы выделил нер который очень сильно скорректировался на 50 процентов своих максимум это нер протокол очень сильно быстро развивается получает финансирование сохраняет пока глобально восходящую тенденцию поэтому можно присмотреться как длительные инвестиции то есть хорошие уровни если упадет чуть ниже можно докупить вот по-прежнему выделял бы такие инструменты как луна салана которых я всегда говорю и мати которые сильно скорректировались да и серви с курвой финанс который скорректировался также порядка 50 процентов со своих даже больше посмотрите скорректировался очень сильно со своих максимальных значений если вы видите это у нас сейчас уже 65 процентов если опустится ниже там в район двух долларов можно будет подобрать почему потому что откат до 354 очень вероятен на фоне того что bitcoin начнет восстанавливать свои позиции и мы увидим с вами какой-то рост сегодня я хотел бы с вами поделиться очень интересной информацией которая возможно некоторым и из вас может поможет заработать есть такая биржа которая носит название хобби у них приходит сейчас каждый день prime листы где может поучаствовать каждый для этого необходимо здесь есть определенные условия есть сроки в которой нужно это все успеть сделать нужно либо совершить торговый оборот за средний оборот за четыре дня 500 долларов то есть можно совершить один там на 4000 и как я это сделал и среднее будет вот у меня уже среднем за четыре дня учитывать тысячу долларов либо же есть еще гарантированное участие это когда вы держите больше трехстах в обе токена ht то есть каждый токен сейчас стоит порядка там 8 8 9 долларов то есть вам достаточно иметь до трех тысяч долларов для того чтобы гарантированно поучаствовать в этом при цели то есть это означает что здесь вы участвуете при цели если все хорошо вы проходите попадаете в этот white лист вам дают монеты с вас сразу снимают деньги и в момент когда инструмент выходит на биржу когда идут вот эти вот сильные движения импульс их хвосты вы на этих хвостах уже можете поучаствовать и продать такое мы делали на прошлой неделе и удалось заработать их 5 иксов сразу буквально за полчаса продать на хаю инструмент сразу скорректировался там на 40 процентов поэтому можете безвозмездно участвовать и артем предоставлю ссылку если он захочет посчитает нужным он выложит это под его описание вы сможете сами поучаствовать разобраться там ничего такого сложного нет и самое важное на счету нужно иметь минимум 50 долларов для того чтобы принять окончательное участие вот и все три условия оборот либо ht-холдинг монеты нужно холдить и 50 долларов на счету больше ничего от вас не требуется вот такие вот торговые идеи которые на сегодняшний день есть и при сайлах очень выгодно участвовать потому что они на данный момент не сильно зависит от рынка потому что когда монета выходит да в основном это бывают сильные росты для тех кто возможно не верит такие монеты выходят очень часто и мы это наша специализация которая мы там с моим партнером романом сейчас участвуем и активно этим занимаемся артем спасибо александр очень интересно было но и мое традиционное дополнение дело остается за малым следим наблюдаем соответственно итоги подведем посмотрим где там рынок окажется но поговорим о криптовалюте где рынок окажется через неделю потому что все это в моменте происходит меняется буквально за часы очень сильно неделя довольно большой промежуток времени учитывая динамику рынок показывает вообще за несколько дней если ты знаешь если ты знаешь макдональдс очень любит потроллить криптоинвесторов вот буквально на днях выложили твит о том что макдональдс не нанимает на работу тех кто хоть как то связан с покупкой продажи либо удержанием криптовалюты они очень любят потроллить всех вот участников на фоне того что и предлагают рабочие места и кепки предлагают уже в подарок потому что на фоне падения крипто рынка многие знаете как на стёбе все макдональдс разоработать это точно поэтому сохранять и оптимизм все будет хорошо просто вот такие вот нисходящие периоды дает хорошие возможности для покупки если у кого есть свободные средства и рассчитывать на долгосрочное вложение то есть действительно очень интересное время но тем не менее соблюдайте риски что у вас все было хорошо артем спасибо тебе увидимся на следующей неделе спасибо александр ну что до встречи тогда и пока всего доброго хорошей недели всем до новых встреч